Идея изменения процедуры выборов в парламент была впервые озвучена олигархом Владимиром Плохотнюком в рамках подготовки к выборам в законодательное собрание Гагаузи, где депутатов уже избирали по округам. Расчет олигарха оказался верным. Кандидаты, прошедшие как независимые, в одночасье стали демократами. Тогда впервые в Молдове отчетливо зазвучало словосочетание «политический подкуп». Сегодня оно уже стало чем-то обычным. В минувшую пятницу Игорь Дадон и партия социалистов один в один повторили спектакль об изменении избирательной системы, первый акт которого состоялся в 2012 году. Тогда Владимир Плохотнюк, как и сейчас, повышая ставки, предложил выборы по одномандатным округам, а в роли Дадона выступил Влад Филат, который поправил одномандатную систему на смешанную. За нее и проголосовали в первом чтении ДПМ и ЛДПМ. Однако проект получил отрицательный отзыв в Венецианской комиссии. В инициативе говорится, что накануне выборов формируется 101 избирательный округ, а победителем в каждом из них становится кандидат, направший в первом туре более 50% голосов. При необходимости в каждом из округов проводится второй тур. Либерал-демократ Влад Филат с демократом Владом Плохотнюком не согласился и в ответ предложил ввести смешанную избирательную систему, чтобы часть депутатов народ избирал по партийным спискам, а вот другую часть одномандатников. Идея о переходе к смешанной системе снова всплыла на поверхность в 2014. Перед парламентскими выборами Плохотнюк попытался протолкнуть ее уже руками социалистов, которые приняли на съезде партийную программу с пунктом о смешанной системе. На тот момент это не удивило никого из политических экспертов. Все понимали, что ПСРМ это фальшивая оппозиция. После голосования Додона за Тимофти спор был лишь о том, под кем социалисты, под Плохотнюком или под Филатом. Астейс, вопод деклара официал, кодом на Тимофте акцептат интеграл, приведели те сполицы социалисты и пропустили партийную социалисты. Дети, но и социалисты, амдечис, саледжим, президентели Републики Молдова. Ной вон вота, он президенте пентру стабилитати, шепентру статалитати Републики Молдова. Тем не менее, социалисты получили очень хороший результат на выборах 2014 года, потому что власти сняли с них резко набравшую популярность партию «Патрия» Рената Усатова. Впоследствии Плохотнюк еще много раз будет защищать своего Додона от этого непредсказуемого и неконтролируемого оппонента на левом фланге. Демократическая партия никогда не отказывалась от идеи о переходе к смешанной системе выборов. Последний раз демократы настаивали на ней совсем недавно. В декабре 2016 года на телеканале РТР Мариан Лупу красноречиво рассказывал о том, как важен проект перехода к смешанной системе. Помните, мы в прошлом, по-моему, год, полтора или два тому назад, фракция Демпартии разработала и представила законопроект об изменении... Избирательной системы. Избирательной системы в рамках парламентских компаний. Да, это был у меня этот вопрос. Хочу вам сказать... Вернетесь к этому или нет? Безусловно, да. Будем ставить на стол этот вопрос. Смешанную избирательную сессию? Смешанную избирательную сессию. Это на следующей сессии парламента, я так понимаю. Скажу вам, опять-таки, я понимаю, это ваша журналистская обязанность. Знать, желать и так далее. Нет у нас еще очень окончательного, четкого сценария по тактике действий. Прошло еще немного времени и партийный шеф Мариана Ильича Владимир Плохотнюк снова выдвинул инициативу публично. Все происходило по уже отработанной в 2012 году схеме. Олигарх предложил не смешанную, а одномандатную систему. Он опять потребовал большего, чтобы получить желаемого. В средние несколько месяцев звучало много предупреждений о реальных целях Плохотнюка. Но это никак не помешало так называемому президенту Игорю Додону и партии социалистов выступить с проектом смешанной системы, как того, собственно, и хотел фактически руководитель и хозяин этой партии. В прошлую пятницу в парламенте разыграли целый спектакль, в котором социалисты якобы спасали страну от перехода к одномандатным выборам и предлагали смешанные. При этом социалистам приходилось озвучивать аргументы, в которые они сами вряд ли верят. Например, о том, что ЕС и Венецианская комиссия поддержали бы Демпартию с ее одномандатными округами. Однако, к пятнице уже было известно о резкой критике крупнейших политических групп Европарламента по поводу вообще любых изменений избирательной системы в Молдове. В заявлении Европейской народной партии и Альянса либералов и демократов даже говорилось, что ЕС может прекратить финансирование Молдовы, если правящие партии предпримут хоть какие-то шаги в этом направлении. В Европарламенте поняли, что изменения нужны только для того, чтобы Демпартия сохранила контроль над рычагами власти. Возможно, им непонятно, зачем партия социалистов выдвигает инициативу о смешанной системе и фактически отказывается от победы на следующих выборах. Ответ на этот вопрос в хронологии событий, описанных выше. Дело в том, что ПСРМ как отдельного политического субъекта попросту не существует. Был и есть социалистический филиал ДПМ, которому СМИ, полиция и прокуратура Плохотнюка планомерно наращивали рейтинг, поливая грязью оппонентов Додона на левом фланге и фабрикуя им уголовные дела.